На этих фотографиях вы видите живого Тарковского, он здесь, и не позирующий, и не для каких-то специальных дорогих фотографов, которые приходят на 5 минут и потом исчезают, и которым ничего не нужно. Андрей мне часто говорит, что сними это, сними то, сними это. И здесь есть фотографии, которые Андрей снимал сам. Вот выйдя из зала, вы увидите раскадровку, где нарисовано, написано и подписано, какие фотографии снимал сам Андрей. Конечно, они очень отличаются, неприведутые, извиня, но. Вот первый зал у нас, Готланд. Вы видите экстерьер. Сцену пожара. Почему мы выбрали сцену пожара? Потому что это центральная, коммуникационная сцена. А от Тарковского слова его гениального, великого поэта Арсения Тарковского, отца, я отвечаю, сгорел на перу, главный мотив. Все снималось в трехфазовой системе, можно так сказать. Пожар, поджог пожара, это начало рождения человеческой жизни. Кульминация пожара и кульминация, творческий расцвет человека. И сгоревший человек на перу, это пепелище, это смерть человека. Вот это сделано снята в этой трехфазовой... Как ты говоришь? Трехфазовой... Пазвы? Да. И она в первый раз у нас не получилась. Сломалась камера, перегорели себя, перегорели-ка вода. Сцена, как Феникс возникла за четыре дня, дном строился, четыре месяца, и потом за четыре дня он снова в этих казниках. И поэтому вы решили с Настей, вот Настя, конечно, главный самый здесь человек, построить этот зал по пожару. Здесь видите вы рабочие моменты, вот видите, как Саламандра в окне. Что больше, что? Да, удивительно. Когда ты видишь кадры, ты сам понимаешь, что на большом экране. Уже есть. 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 Я не буду, конечно, долго говорить. Вот я сейчас вспомнил, что 21 год назад я на Москве дублировал вот эту картину, что это принадлежение. Такая была тогда комиссия по творчеству Андрея Кокорского, она вынесла такое постановление, что я ее вздумывал. Тогда я познакомился со всем этим творением, которое перед вами. Я сегодня себя хорошо чувствую в том смысле, не в том смысле, что я выпил там в двора и положил в книжке, а здесь мои друзья, родные, люди, без которых я даже не представляю себе мою жизнь. И я счастлив сегодня. Спасибо устроителям за всю эту встречу. День, который был обещан. Юрий Насштейн, приезд. И тогда вы знакомились с Юрой на первом впечатлении Татковского. Я была пересомлена на дуану. Что касается того, что я не знаком с Андреем Татковским, но я с ним тоже не знаком, только по дворам. Но что касается сегодняшнего события, знаете, тут разные чувства. В том числе чувство радости, что, во-первых, она вот здесь состояла, и что Лейла приехала. Мы с ней, с Лейлой, уже дружим 21 год, наверное. И это все действительно выдающееся событие, и хотелось бы, чтобы было как можно больше зрителей. Но и чувство горечи, что, понимаете, Андрей Татковский, выдающийся явлением кинематографии, и вообще в культуре, в жизни человечества. Но удивительное дело, сколько ни говорит человек своими фильмами, статьями, своими словами, репликами, все равно не впрок, все равно все идет так, как хочет идти. И мы это знаем, потому что доставшие включить телевизор, мы все это видим, как все идет. При этом эти же самые люди, которые творят гадости, они будут с поддыханием глонизовать имя Тарковского. И даже многие из них будут говорить, а мы были знакомы. Вот такая вот история, такая горечь охватывает. Ведь вот сейчас мы слушали слова о том, что переснята была сцена пожара дважды. И Сергей Александрович говорит мне, да, вот дважды переснялась сцена, и Тарковский выжил. Я говорю, да нет, не выжил. Это все обходится очень дорого творцу, потому что это выстрелы внутрь. Но на самом деле, если бы сегодня воспитывалось такое чувство, как внимание, оно абсолютно ушло. Сегодня люди идут на друга, смотрят, разгадят, а смотрят куда-то в сторону. Оно ушло, это чувство. То есть вот то, что вы называли когда-то воспитание чувств, это все ушло. На это место пришло что-то другое, и что-то ужасающее. От чего должно стать страшным? Он был исключительной, редкой и, я бы даже сказал, дикой индивидуальностью в любом цивилизованном мире. Итаро, так сказать, Бергман готовился к встрече с ним, и вообще все сложилось так, как это сложилось. Поэтому спасибо всем вам, что вы сюда пришли, потому что вот я вижу, что здесь нет это омерзительной, модной толпы. Здесь есть люди, которые пришли с тем, чтобы все-таки чего-то понять, в конце концов. Чего-то понять, в конце концов. Вряд ли мы сможем так уж сильно что-то понять, кроме там редчайших, так сказать, людей, как Марина Васильевна, как Муглэйла, которые его очень-очень близко и очень хорошо знают. Но хоть чего-то понять, чтобы за этой блистательной, невероятной жизнью человеческой, за этими блистательными фильмами, вот, все-таки для нас стояла не пошлая легенда, а истинно великий человек. А Андрей был истинно великий человек. И в своих сильных чертах, и в своих слабостях, и в своих увлечениях, и в своем, так сказать, в своем, да, в каком-то даже, вот я вот Муглэйла прочитал, он иногда просто был таким, как бы даже опасным, опасным, опасным персонажем в жизни. То есть опасным персонажем. Он даже не, вдруг начинал не понимать, что же это такое происходит. Но при этом, при всем, человеческое величие, причем великий еще ген этой семьи, об этом тоже нужно помнить, что это еще ген семьи, это был величайший поэт, Арсенцем Сарковский, величайший поэт. И вот этот ген семьи, который с каждой минуты лишается дешевых легендарных понятий, я представляю, черты подлинной человеческой жизни одной русской семьи, которая дала такие невероятные результаты, невероятные результаты. Ну, а что касается этой выставки, вот эти материалы, которые выйдут на этих витринах, это небольшая часть того, что хранится у меня дома, в таких стесненных, я бы сказала, условиях, потому что это небольшая московская квартира. И, конечно, мне очень хочется поскорее, чтобы это все я перейдала, нашему замечательному государству. Ну, а то, что тут есть, это небольшой такой, как бы, биографический экскурс, причем знаменательно то, что эта витрина говорит о первых шагах Андрея Тарковского, о его первых строчках, о его первых буквах, о его первых рисунках, фотографиях, сделанных еще совсем удовольствием, в 1936-1938 году. И вот не случайно, и это в одном пространстве с экспонатами последнего фильма Андрея.